Здравствуйте! Ну что, поехали дальше по нашей исторической велосипедной дорожке? Итак, среди лидеров финального исторического заезда мы уже отметили велосипед-ровер, сконструированный британским изобретателем Джоном Кэмпом Старли. Его конструкция постоянно совершенствовалась, а сам ровер стал признанным фаворитом, породив новый велосипедный бум. На пути к полному триумфу его ожидало еще одно важное изобретение, предавшее забвение эру Кастатряса – пневматические шины. Идея пневматических шин пришла к ветеринару из Белфаста, шотландцу Джону Данлапу в 1888 году. Данлап возился с трициклом своего десятилетнего сына и обнаружил, что полая резиновая трубка, намотанная на колесо, а первоначально это был просто отрезок садового шланга, значительно смягчает ход машины. И не только смягчает, но и убыстряет ход примерно на треть. В следующем году велосипедист на машине с пневматическими каучуковыми шинами выиграл велогонку в Белфасте. И в этом случае спортивное состязание также стало двигателем прогресса. После этого изобретение Данлапа привлекло внимание денежных людей. И вскоре была создана компания пневматических шин, поставлявшая этот продукт всем британским производителям велосипедов. В 1888 году Данлап получил патент на свое изобретение. Но впоследствии оказалось, что пневматические шины запатентовал еще в 1846 году во Франции другой шотландец Роберт Уильям Томпсон. В результате патент Данлапа был отозван, но честь самого изобретения все равно осталось за шотландцами. А фирма Данлапа процветала. В 1898 году были изобретены педальные тормоза и механизм свободного хода, позволявшие не вращать педали, когда велосипед катится сам. И к концу 90-х годов 19-го столетия на дорогах прочно воцарился новый кумир – велосипед-ровер. Он-то и стал тем универсальным механическим конем под властным воле любого человека. Как отметил один велосипедный журнал, наконец-то механический самокат стал превращаться из развлекательной игрушки богачей в долгожданную лошадку-бедняков. Кстати, слово «ровер» укоренилось во многих языках, и поныне оно обозначает велосипед в польском, белорусском и украинском. Однако лошадка должна была использоваться и в практических целях. С 80-х годов 19-го века велосипеды стала использовать британская почтовая служба. Вскоре ее примеру последовали почтальоны многих стран. Затем на механических лошадок сели и полицейские. В 1896 году полиция английского графства Кент закупила первые 20 велосипедов. В том же году городские власти Нью-Йорка выдали велосипеды пяти полицейским, патрулировавшим Центральный парк. Во всех случаях эксперименты оказались удачными, и число конно-механических полицейских росло в геометрической прогрессии. Особо перспективным представлялось в то время использование велосипеда в армии. Русский словарь Бракгауза и Ефрона отмечал, велосипед может иметь также обширное применение к военным целям, и, заменяя конных ординарцев и вестовых, допускает большую скорость передвижения и не требует необходимого лошади корма. Велосипедист может конкурировать скоростью с верховым при хорошей дороге. И, кроме того, под огнем велосипед находится в меньшей опасности поражения, чем верховой, так как представляет сравнительно очень малую цель. Лучшие военные велосипедисты считают наиболее подходящими велосипеды легкие на ходу, прочные, несложные, возможно, нетяжеловесные и допустимой стоимости. В 90-х годах XIX века в русской армии вводится велосипедная езда как одно из средств улучшения физической подготовки. В 1891 году издан особый приказ об обязательном приобретении велосипеда для войск и формировании специальных самокатных команд. А в целях поощрения самокатчиков с 1893 года в различных частях войск стали устраиваться состязания на велосипедах отдельно для офицеров и отдельно для нижних чинов. Во второй половине 80-х, в начале 90-х годов XIX столетия самокатчики появляются в армиях Италии, Бельгии, Германии, Австрии, Испании и Швейцарии. В Германии, например, были введены новые формы разведки – верховые разъезды на велосипедах. Один патрульный велосипед предназначался на троих солдат. Два разведчика на переднем сидении наблюдали за местностью, а третий, то что сзади, изо всей мочи крутил педали и управлял рулем. Но вот неприятель обнаружен. Двое разведчиков спешиваются и остаются на месте для дальнейших наблюдений. Третий, тот, что исполнял роль рабочей лошадки, теперь налегке катит в лагерь, чтобы донести до начальства ценные разведданные. В 1891 году военный велосипед был официально признан французским командованием. Для военных велосипедистов утверждается особая военная форма. Это шинель, блуза, образцы альпийских стрелков, ординарческие брюки, суконная короткая пелерина, как у зуавов, форменная кепи и цветной нарукавник. Отличительный знак части. Эту щегольскую экипировку эффектно дополняют полусапожки с кожаными набедренниками. В ходе Англобургской войны конца 19 века и Великобритания, и Южноафриканские республики активно использовали велосипеды в разведке и для доставки сообщений. А железные дороги патрулировали специальные части на велодрезинах. В Первой мировой войне велосипед стал также действующим лицом, хотя поначалу и довольно незаметным. Как и повелось, отдельные роты самокатчиков, обычно придававшиеся кавалерийским соединениям, несли службу, которая была хорошо отрепетирована еще в мирное время. Они, как правило, обеспечивали для штабов подвижную связь. Однако вскоре военный самокат столь ярко проявил себя, что в армиях некоторых стран началась настоящая велосипедизация. В ходе боевых действий 1914-1915 годов на базе уже имевшихся подразделений стали создаваться самокатные части, оснащенные ручным огнестрельным оружием. Особо прижились самокатные части в германской армии. Там имелись отдельные самокатные роты, батальоны и бригады. В русской армии самокатные подразделения использовались прежде всего для связи. Кроме того, самокатчики перевозили боеприпасы и раненых. Русские военные самокатчики использовали французские велосипеды «Пежо». В сложном состоянии они могли переноситься за спиной на ремнях. Полезное применение механической лошадки ограничивалось не только военной или полицейской карьерой, либо на худой конец почтовой службы. На Чикагской выставке 1893 года был впервые продемонстрирован пожарный велосипед. Огнетушитель помещался на раме этого двухколесного пожарника. У заднего колеса сбоку укреплен специальный топор. Преимущества этого пожарного средства были очевидны. Ведь пока запрягут пожарную повозку, велосипедист будет уже на месте. Но были и менее удачные попытки применения механической лошадки. Например, в сельском хозяйстве. В самом конце 19 века тульский изобретатель Крышин пытался убедить заводчиков в эффективности велосахи. Он вовсю демонстрировал работоспособный велосипед в упряжке. Однако никто из производителей на таковой не польстился. Почти одновременно в Германии появилась педально-колесная конструкция шестикорпусного плуга. Велоплуг приводился в движении по переменным нажатиям на педали рычаги. Но, увы, вновь неудача. Педальное усилие работника составляет всего лишь одну пятую лошадиной силы. Однако к концу 19 века велопрорыв в повседневность был уже совершен. И как писал в 1896 году отечественный журнал «Новь» Из дорогой игрушки, из предмета забавы состоятельных и праздных людей, каким он был на первых порах, велосипед очень быстро превратился в очень полезный и ценный в практическом отношении аппарат. В настоящее время велосипед служит уже далеко не для одного только удовольствия, эмоциона или спорта. Им теперь уже пользуются представители занятого, делового, трудового людо, начиная с докторов, всякого рода служащих, учащихся и прочее, и кончая комиссионерами, торговыми агентами, рабочими. Если про него пока еще и нельзя сказать, чтобы он уже сделался предметом первой необходимости, то, по всей вероятности, таковым он станет очень скоро. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин